Доброго утречка, зрители СтопГейм! В эфире Инфакт. Начать хочется с новости греющей сердечко. Наконец-то Rockstar официально тизернула сборник ремастеров стареньких GTA. В него вошли третья часть грандиозного хищения авто Vice City и San Andreas. А называться это сборище будет Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Для каждой игры, входящей в трилогию, разработчики обещали накрутить не только графических, но и геймплейных улучшений, но аккуратно, чтобы дух оригинала не был утерян. Сборник появится в продаже до конца года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А в первой половине следующего года трилогия заскочит и на смартфоны, как с iOS, так и с Android. Инсайдер Том Хендерсон вангует, что ремастеры GTA выйдут 11 ноября, о чём сама Rockstar собирается сообщить 22 октября, в день рождения третьей игры серии. GTA 3 исполнится 20 лет. Праздновать юбилей будут и в GTA Online. Ожидаются тематические ивенты, стилизованные шмотки, раскраски, особое снаряжение, а также поговаривают, что нечто необычное будет происходить в окрестностях Южного Сан-Андреса. Правда, всё это стартует не единовременно, а будет постепенно появляться до конца осени. Помимо этого, разработчики запустили ротацию дел и режимов противоборства, что должно освежить игру и улучшить работу матчмейкинга. Выделят классику и некоторые особые дела, дабы они не тонули в море игрового контента. Дела будут возвращать в рамках особых ивентов и снабжать их дополнительными бонусами. Вот и вышла Far Cry 6. В Европу завезли партию дисков с игрой для PlayStation 4, счастливые фанаты всё раскупили, а тут вдруг на тебе, и это, оказывается, была партия, предназначенная для российского региона. И всё бы ничего, да только из-за этого пользователи не могут получить бонусы за предзаказ и купленные DLC, а у владельцев PS5 игра тупо отказывается обновляться до NextGen. Причину этой проблемы раскрыла даже не сама Юбисофт, а игроки. Один из них под ником SJPerson85 даже выкатил видео с пруфами. Диск с игрой был купленным в Англии, однако система на этот диск начала ругаться. Но парень был прошарен, так как это был уже не первый раз, когда Юбики накосячили. В его распоряжении имелся также и российский аккаунт. И вот регион меняется на Россию, и происходит чудо! Far Cry 6 соглашается на апгрейд PS5. Правда, при этом доп-контент всё равно остаётся заблокирован. В прошлом году подобный хаос творился и с Assassin's Creed Valhalla. По какой причине Юбисофт наступает на те же самые грабли во второй раз, неясно. На этом фоне ещё и защитники животных начали бузить, мол, выпилите из игры петушиные бои. Превращение кровавого спорта в игру в стиле Mortal Kombat скрывает царящую там жестокость, заявляют они. Занятно, что та же организация защитников рекомендовала разработчикам Farming Simulator 17 добавить в игру сцены с забоем скота. Но это делалось, конечно же, с целью продемонстрировать тяжёлую судьбу животных на фермах. Мне одному это кажется малость странным. После выхода дополнения Beyond Light в Destiny 2 появилась такая штука, как хранилище контента, которая подразумевала удаление из игры старых локаций сюжеток. Первый год развития игры уже распотрошили, и настал черёд первого крупного дополнения под названием Forsaken. 7 декабря сюжетная кампания дополнения станет бесплатной. Помимо этого выйдет платный набор, открывающий доступ к рейду «Последнее желание». Подземелью «Расколотый трон», всему экзотическому снаряжению и трём шифрам для мгновенного получения любой экзотической пушки из Forsaken. А 22 февраля, уже 2022, сюжетка Forsaken отправится в то самое хранилище. Вместе с ней и спутанные берега, и сезонный контент четвёртого года вместе с миссиями «Предвестия» и «Посланник». Город грёз, поля сражений, арена доказательств и надзиратель пустоты в хранилище не отправятся. В тот же день выходит дополнение The Witch Queen, знаменующее открытие нового сезона, в рамках которого, помимо прочего, хранилище покинут рейд и три PvP-карты. По словам разработчиков, благодаря всем этим манипуляциям, они смогут чаще выпускать патчи, ускорить загрузки и почистить интерфейс. А кроме того, сокращение сюжетных кампаний не даст новичкам лишний раз запутаться. Вышла новая модификация для Deus Ex. Ну, не той, что делала Ados, а старенькой Deus Ex, над которой работала ещё Iron Storm и Warren Spector. Насколько же глубокой может быть любовь фанатов к классике? Мод Delayed D. Denton Project добавляет в игру вырезанную разработчиками возможность выбора пола главгероя. При этом труд фанатов затронул не только модель персонажа, но подстраивает вообще всю игру под героиню женского пола. Специально под альтернативную версию GG актрисой Карен Рохан было переозвучено более полутора тысяч реплик. Каждая фраза была перезаписана в соответствии с оригиналом, хотя некоторые изменения всё же и были внесены, но только там, где это посчитали действительно нужным и важным. В моде также доработали и реплики NPC, чтобы все они обращались к героине соответствующе. Помимо этого, модификация вносит и некоторые другие изменения в игру, о которых вы сможете прочитать, перейдя к новости по ссылке в описании. Скачать Delayed D. Denton Project можно на сайте ModDB. Война между Apple и Epic'ами ещё не закончена, несмотря на недавно завершившийся суд. В ход пошли апелляции, которые затянут это дело ещё надолго. Epic Games подала возражение ещё в сентябре, как только судья вынес окончательное решение. Теперь же заявку на обжалование подала и Apple, ссылаясь на то, что введение дополнительных способов оплаты и переход пользователей на сторонние сервисы в обход App Store угрожает безопасности как пользователей, так и самой площадки. Так что, господин судья, извольте пересмотреть это дело. К заявке Яблочников суд обратится только в ноябре. Если у Apple удастся добиться отсрочки, то Epic'и не смогут обходить комиссию App Store, пока суд не разберётся со всеми апелляциями. А это дело, по словам специалистов, может продлиться ещё несколько лет. О финансовых потерях при этом, я думаю, говорить излишне. В 2018 году студия Obsidian перешла во владение Microsoft, однако гендиректор студии Фергюс Уркхарт рассказал о том, что Майков могли опередить. Он не стал называть конкретную компанию, однако поделился историей о том, как обедал с одним из её руководителей. Тот признался, что им не хватает людей, и предложил купить Obsidian. Однако Уркхарт отказался по причине того, что издатель собирался отправить всех разработчиков на создание собственного проекта, хотя при этом Фергюс и рассматривал возможность слияния. Генеральный директор пояснил, что обе стороны должны быть на одной волне, чтобы ты мог не только работать с этими людьми, но и спокойно дёрнуть с ними пивка, прям представляя, как он сейчас потягивает холодненькую Балтику вместе с Филом Спенсером после тяжёлого рабочего дня. Сейчас Obsidian занимается сразу двумя проектами, сиквелом The Outer Worlds и загадочной экшн-ролёвкой Evout. Комментарии выпуска. Пользователь под ником John Headon нашёл фразу, обронённую мной в пятничном выпуске, подозрительно знакомой, и всё же приятно знать, что среди зрителей Инфакта есть настоящие ценители высокого киноискусства. The Shimmer, Respect Plus. И под конец давайте быстро пробежимся по ещё нескольким интересным новостям. В прошлый четверг Эпики запустили в своём магазине неделю бесплатной раздачи PC Building Simulator, и уже к вечеру пятницы игру забрали 4 миллиона пользователей. Продажами также отметилась и седьмая часть Resident Evil. Её купили более 10 миллионов раз, и это без переизданий, что стало рекордом для всей серии. После скандала в сообществе GOG, связанном с Hitman 2016 года, игру выпилили из магазина. В интернетах пробежал слух, что в конце 2021-го, вероятно, на The Game Awards, которая пройдёт 9 декабря, будет анонсирован ремейк старой игры с PlayStation. И есть мнение, что это может быть Xena Gears. Состоялся релиз пошаговой, юморной инди-игры от российских разработчиков под названием Peace Death 2, А создатели Мора, Тургера и Тук-Тук-Тук перенесли выход своей новой игры, помни, на 10 февраля 2022-го. Как ни пытайся, о всех новостей всё равно в один выпуск не вместить, поэтому смело залетайте на сайт StopGame.ru. Там вас ждёт ещё больше новостей и свежие материалы от наших авторов. Степан Песков подготовил текстовый обзор шутера Индастрия. Кирилл Волошин расписал, что из себя представляют Impostor Factory и The Plane Effect. А наша Джуби рассказала о войнах Кунаре, тоталитаризме и печеньках в Dragon Age. Приятного ознакомления и хорошего дня!